Ребята, всем привет! Сегодня День России, великий праздник победы над богомерзким совком. Сегодня мы славим демократию, свободу Ельцина. Будем гулять по Москве, показывать вам праздничную атмосферу в постковидный период. Хотя на самом деле еще ковидный, но у нас послабление, уже можно гулять по городу. Сейчас мы находимся в районе Чистых Прудов и будем двигаться просто рандомно, непонятно куда. Да, в любом случае мы хотим погулять по центру и посмотреть, как отмечается этот день сегодня. Помню, я Ельцин-то отмечал широко этот день, хорошо отмечал, а сейчас все-таки он, ну, несколько другой статус приобретает. Вот прошли, вот смотрите, никого нет. Четвертый час в Москве. Метропол стоят. Метропол стоят. Но люди на изоляции все-таки, на самоизоляции. Вот сейчас настоящая самоизоляция, когда не запрещено, но люди как бы берегут здоровье. Может быть и так, но совершенно не чувствуется праздник, а поэтому будем его создавать сами. Для нас этот день святой. Да. Друзья, вот тайный памятник Леонардо Ди Каприо. Это он собирается учиться куда-то. А, да, да, да. Люди уже загорают на улице. Если это можно, это загорание. Ну да, не, ну просто лежат на траве, как бы отдыхают. Да, дорогие друзья, вот день действительно для нас великий, святой. И я сколько уже не употреблял алкоголь-то уже забыл. Ну в прошлом месяце, да, употреблял на самоизоляции, да, вот употреблял алкоголь. Потом в Переделкино было, да, вот мы гуляли, когда видео смотрите, отлично. Тогда я пассанировался, употребил напиток. Но сегодня, прошло уже полмесяца, да, но такой день, такой день, как оскорбить памяти Ельцина. Памяти всех тех, кто строил, кто освобождал нас, всех нас, дорогие друзья. Ельцин-то кутил сам. И никому не запрещал кутить. Прежде свободно это все. Бери, да, прям со ствола ей, ебаш, как бы. Ельцин понимал, тяжелые времена, свобода стоит дорого. И народу надо отдушину дать. Ну пусть народ хоть выпьет, но не мешать ему в этом. Я хочу в память о той свободе 90-х, в память о Борисе Николаевиче Ельцине, сделать это тоже свободно и открыто прямо в центре Москвы. А только так и надо. Только так и надо. Слава свободной России. Россия будет свободной. Да, да. Друзья, идем на чистые пруды. Памятник Грибоедову. Место встреч. Да, да, да. Здесь всегда встречаются люди. Но чистые уже оживают все равно много людей. Ну не так много, как до пандемии. Но люди есть. Обожаю чистые пруды, столько воспоминаний. Здесь тусовались вообще годами. Я помню, в 2005 году мы приезжали на лето, на месяц фактически с чуваками в Москву, из Красноярска. И здесь постоянно зависали. Вот на лужайках на этих. Окупай Абай здесь. Окупай Абай был. Ну мы да, будем проходить сейчас Абай Акунанбаева. Покажем. Хотя сто раз вы это верно видите. Давайте вернемся. Даже в наших роликах, да, он был постоянно. Вернемся, радость-то какая. Да, да, да. Праздник можно погулять по-чистому. Круто. Да. Друзья, вот памятник великому казахскому поэту Абаю Кунанбаеву. И здесь был лагерь Окупай Абай, когда в 2012 году оппозиция боролась с путинским режимом активно, как бы. Здесь была такая активная фаза борьбы. Люди целую неделю жили прямо здесь на газонах. Ну а сегодня здесь куча народа отдыхает. Кусуется, да. Друзья, вот выходим непосредственно к пруду. А? Да. Да. Кстати, я не помню, говорил ли я, почему, откуда вообще это название появилось, да, чистые пруды, и когда оно появилось. Знает ли просвещенная публика историю зарождения чистых прудов? А я могу рассказать. По-моему, я не рассказывал. А может, и рассказывал. Ну, короче, раньше эти пруды назывались погаными. Поганы, да. Да, и, соответственно, сюда, потому что сбагривали всякие отходы, там, гнилое мясо, бля, и воняние. Тут был мясной рынок, и поэтому они сюда выкидывали все отходы, да. Да, и здесь такая тухлятина была. Но тут был где-то недалеко дом, еще когда в Москве, Александр Меншикова, Петровского сподвижника. Ему это вон не понравилось нифига, и он решил, что нужно очистить эти пруды, вообще запретить сюда что-либо сбрасывать. Ну, и, соответственно, он очистил, и с тех пор название уже стало «Чистые», не «Поганые», а «Чистые». Да, поэтому вот такое вот название «Нот» на них. Да, да, да. Друзья, вышли на Покровку, одну из моих любимых исторических улиц Москвы, но она такая тусовая, которая переходит в «Моросейку» потом. Прекрасно здесь, прекрасно. Охуительно. Вот-вот, красота, да. Вот-вот, да. А тут даже какой-то сюрреалистический какой-то картин. Да, да, да. Обратите внимание, по-любому. Замечательное граффити на Покровке, менты охуели. Наконично так, да. Да, да, да. Друзья, вот Покровка один, когда мы делали шаурма-патруль, здесь вообще продается самая лучшая шаурма в городе, наверное. Мы хавали, очень крутой ресторанчик был, а сейчас, похоже, он закрыт. Или это не здесь, подожди. Вот здесь была шаурма. Да, здесь. А, вот, мистер дёнер. Хотя тут, может быть, уже дохуя всё поменялось. Мы в прошлом году снимали. Ну, короче, сейчас он закрыт, шавухи не купить. Вообще, друзья, разумеется, много заведений разорилось, либо разорится, потому что кафешки до сих пор ещё не работают, но только на вынос, как бы. Ну, жаль. Мы, как могли, поддерживали. Да, да. Малый бизнес, если бы так делали все, как мы, может быть, и меньше бы разорилось. Да. Шучу. Ну, в общем, конечно, это жаль. И сколько ещё будет всё это восстанавливаться, непонятно. Да. В подворотниках моросейки. До чего довёл режим, блядь. Человек не может открыто уже выпить на улице, да? Я всё-таки оптимист. Во-первых, верю, что будет иначе. Прекрасной России будущего. Да, прекрасной России будущего. А во-вторых, хотя бы подворотни нам оставили. И на том спасибо. Вот люди уже отдыхают на скамейках. Добрый вечер. Друзья, вышли на Никольскую. Она снова ожила. Вот здесь как бы люди появились, потому что неделю назад мы показывали, людей вообще не было. А сейчас всё в людях. Ну, не так, конечно, как на чемпионате мира по футболу, когда здесь вообще было толпы фанатов, все бухали. Вот тогда, кстати, была настоящая ельцинская свобода, помнишь, да? Но они специально именно на этом вот участке... Чтобы иностранцам показать, как бы, да, можете тусоваться, там, пить, кутить, как бы делать всё, что угодно. Вот здесь было, да. Но здесь как в переполненном автобусе тогда вообще было. Я помню, особенно в Арсенале, когда в Сорватии играют. Тут вообще что-то творилось невообразимое. Тут, по-моему, перегружен был интернет. Ни у кого толком ничего не ловилось. То есть в бары не попасть, где футбол транслировали, всё было, короче, забито. И мы тусили, и какой-то чувак настроил, я помню, пенальти, да? И по пенальти России, да, 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 проиграли, короче, проиграли, блядь, Россия по пенальти. Да. А мне похуй было. Друзья, по идее, веранды должны быть ещё закрыты, но здесь открыта веранда уже, это круто. Потому что вот я сейчас хотел бы сожрать бургер, но чтобы его сожрать, надо сесть. Если вот купить такой большой, огромный бургер. Друзья, хотели выйти на Красную площадь, она уже снова оцеплена, какие-то кордоны. Ну, это, как говорится, у нас так праздники проходят. Да, да, да. Почему говорят, что из Москвы на праздники лучше уезжать, как бы, да, или где-то сидеть на окраине, или вообще за город свалить. Потому что в празднике всегда делается максимально всё неудобно. Вот, казалось бы, сегодня, ну, такой день, да, праздник, День России. Почему именно сегодня нужно закрыть Красную площадь? Вот объясните мне, блядь, вот объясните мне. Да. При Ельцине была свобода, там марш РНЕ проходили, там кто хотел, тот и проводил марш и митинги. Сейчас всё запрещено. До чего довёл страну Путяра. Направляемся в сторону Манежной площади. Друзья, жёсткий ветер, не знаю, будет ли слышно. Красная площадь закрыта из этой стороны, там поставили сцену большую. Мы Россия, мы вместе, написано. Значит, здесь будет праздничный концерт. Какой месяц? Какой, в жопе, блядь. Вот, там будет, видимо, сегодня праздничный концерт, поэтому никого не пускают. Подожди, а какой праздничный концерт? У нас же пандемия. А им похую как бы? Не, как похую, Собянин. Ну, тут же парад будет ещё 24-го уже. Подожди 24-го, может, пандемию сотрут в порошок. До сегодня я почитал, прирост 1,7. Да, Собянин попросил не ходить на улицу. Он попросил не ходить на работу. На работу, да, да, да. Какой концерт? Вы что, сутки? Да. Друзья, купил вот такой ништяк из 90-х, шоколадка Виспа. Я помню, что в 90-е ел уже, забыл, что это такое вообще. Сейчас она стоит 108 рублей. Надеюсь, чрезвычайно вкусно. Я тоже нездоровой еды решил поесть сегодня в честь праздника. Круассан с сыром. Это дейли-магазин вот там. Очень дорогой. Очень дорогой, прямо, блин, почти на Красной площади. 150 рублей. 150 рублей стоит, 149, вот видите, цена, да. Вот такая вот штучка как бы, да. Ну, думаю, ладно, уже пофигу. Она должна быть чрезвычайно вкусной. Чрезвычайно должна быть вкусной. Я сейчас как бы накачу и закушу вот эту шоколадку. За свободу надо на фоне Кремля накатить обязательно. А, это фон, а, да, Кремля. Вот сюда. Торжественно. Друзья, за свободу. За вашу и нашу свободу. Чрезвычайно вкусной. Ну, это вкусно. Ну, она, конечно, не стоит тех денег, но это не халтурная. Ну, должна быть 75 рублей, в два раза дешевле. Ну, за 150, ну, в центре тут особо не поешь, кругом очереди. Там очереди лючейшие просто. Личайшие, да. И так, чтобы уже зайти, действительно что-то купить, съесть, они дерутся в три дорога. Ну, пускай законы рынка, нормально. Виспа. Вкусный шоколад. Я вспоминаю ее. Это такой пористый. Но реально вкус 90-х. Начинки даже нет, да? Угу. Хочу спеть настоящий свободный гимн России. Все, его ругали, что, стало быть, нет слов у него, только мелодия. Есть слова, есть слова на музыку Глинки, на патриотическую песню Глинки. Помните, те, кто 90-х, уже был в сознательном возрасте, все должны помнить эту песню. Есть у нее слова. Сейчас день, в честь Дня России, я хочу их исполнить. Славься, Русь, великая страна. Славься, Русь, свободно и сильно. Славься, Русь, богатство и земля. Расцветай, отчизна моя, присягает российский народ. Конституция, прав и свобод, и в душе рождаются слова. Славься, Русь, отчизна моя. Шикарно, настоящий гимн свободной страны. И обязательно мы дождемся, добьемся, доборемся до такой страны, как... Идем на Арбат. Славься, я не привыкал, венка, желтые очки. На сердечко, на брелке, прям веселые строчки. Я шагаю на реке, районы, порталы, жилые. Спасибо. Я укажу, укажу красиво. Мы в этот раз пришли на Новый Арбат, потому что здесь, наверное, можно будет спокойно купить какой-нибудь хаванины на вынос, сесть и заточить. А мне не нравится Новый Арбат. Ну так это что, обычная приезжая часть, по факту, да. Советский. Совок, ну да, да, да. Тут редакция Эхо Москвы, зато располагается. Ну да. Вон, внутри была турецкая шаурма. Я хуй, блядь, ветер жесткий вообще. Мы на Новом Арбате не смогли купить хаванины, потому что либо все закрыто, либо гигантские очереди. На старом Арбате, точнее на классическом Арбате, он просто называется Арбат, блядь. На простом Арбате, короче, тоже либо очереди, либо нихуя нет. Все закрыто, все разорилось. Ну я не знаю, разорилось или не разорилось. Ну да, аренда, аренда. Тут кафехи были, сейчас все закрыто. Вообще-то как бы вот открыты некоторые магазины там, да, на вынос. По идее, должно быть так, что, ну если уж центр Москвы, День России. Должно все работать. Да, потому что люди приедут гулять. По всем метро реклама, блин, празднуйте День России, ну и где, ничего. Еще не купишь, да. Еще и ветер жесткий. Друзья, пришли на Гоголевский бульвар, будем гулять по Гоголям, ветер жутчайший, не знаю, будет ли слышно. Вот тут хотя бы мороженое есть, я хочу жрать, я сожру мороженое. А, давай, я подержу, а ты... А ладно, что я куплю, потом... Чрезвычайно вкусное мороженое, стоит 100 рублей. Мороженое на Гоголях, как это называется, Россия. Сокровища Россия, что-то такое, да. Вот, друзья, смотрите, абсурд, на Гоголях лавки перетянуты. Типа на лавках до сих пор сидеть нельзя, а в метро, пожалуйста, можно сидеть. Как бы в метро, заразы, блядь, меньше, как будто. А вот в скверах до сих пор нельзя сидеть на скамейках. Хотя все забивают хуй, все сидят. Я больше скажу, вот с этой стороны на лавках сидеть нельзя. Да. Пожалуйста. Здесь ковид есть, а с той стороны нет. Нет, там просто люди сами отрывают, то есть мы могли бы оторвать, сесть, типа хую как-то. Еби систему. Еби систему. Друзья, ну вот мы прошли Гоголя и вышли к храму Христа Спасителя. Тут район Хамовники. Собственно, все, на этом заканчиваем видос. Ну да, резюмируем. Как бы особого праздника я что-то не заметил. Праздника нет вообще никакого? Да, никакого праздника. Ну так народ тусуется. Ну вот, например, то, что там обещали ленточки какие-то там российские раздавать, типа, чтобы повесить себе на руку или сюда. Нету такого. Никто ленточки не раздает. Мы весь центр обошли. Хотя в метро... Это может быть там, где будет концерт, когда перед началом там раздавать. Какой нахер концерт может быть? О чем они вообще? О чем они несут вообще? Какой концерт? Люди гуляют. Пожрать негде. Присесть на лавочку тоже особо негде. Ну, как бы мы сами создавали себе праздник. Сегодня праздник. Тем не менее, для нас сегодняшний день праздник. И мы его отметили, тем не менее. Как бы, как уж смогли. Все.